здравствуйте друзья у меня в офисе известная блогерша которая уронила телефон блогерша известная и сегодня у натальи был такой ответственный момент рассказывай чего было-то сегодня был экзамен до промежуточный экзамен где проверяет ваше знание на каком уровне вы находитесь но я бы сказал вот что в нашей как бы структуре курса мы сейчас немножко изменили процесс если раньше у нас шло несколько параллельных линий в предметах то сейчас мы вынесли вперед тестирование и проект и все остальное задвинули назад таким образом вот скажем в случае с наташей что получается я не думаю что ей надо какое-то внимание обращать час на автоматизацию так в общих чертах только она посмотрит а в принципе с проектом и тестирование она уже готова идти на интерншип на рынок куда угодно поэтому мне например было существенно посмотреть как она сделает этот тест вот вы уже по ее улыбке видеть что она может быть немножко подустала довольная она довольна она сейчас разбиралась жанны результаты своего теста жанна очень я пошла домой после теста и дома дома не сиделось написала скайп михаилу портнову если результаты но он не увидел и не ответил я думал это не относится прямо а я же говорил да и думаю я пойду думаю может там слишком плохо не ответил но оказалось что совсем не так плохо она первая ушла причем так за не знаю может быть за час до того как основная масса двинулась наташа занималась много я видел это очень хорошо заметно когда человек занимается и вопросы задает хорошие так вот все это у нас на глазах тут происходило в офисе там были еще девчонки очень хорошие они все вместе занимались такой муж как могучий кучкой я вчера уже себя немножко так так скажем отпустила я слота забыла сказать в общем за то что я училась так много я решила себя побаловать так ездила в сан-франциско но у попала у вас в итоге мы попала мы вчера на поезд кстати опоздали не то что опоздали мы не знаем что он идет только на 9 и и мы пришли на вокзал в 11 а как же подожди а не смотрелось мое видео я видел только что она вышла я видишь там про поезд но посмотрите еще не мог мы потому что знаем что каждый день до 12 часов но мы не знали что воскресенье на 9 и пришли на вокзал в 11 и пришлось конечно нам чего водить таксисту и почем почем нынче но хотели 170 потом мы выторговались до 80 чусь или уже это неплохо торгает торгаши это же час езды да фактически это очень неплохо мы сделали такой вид что сейчас знаем приятно и все они там начали уже плясать надо перед нами их было много обойтись за один потом второй потом третий они это очень интересно то есть немножко сэкономили хорошо значит жанна сказала что у тебя там тип процентов 80 результат это очень много это это редко у кого так бывает при том что наташа она к себе требовательная дарит вот я там не знала тут не знала очень переживала 80 процентов неплохо с этим можно уже идти на практику я думаю что мы ближайшие месяцы мы должны отправиться на практику может быть и раньше может быть и раньше посмотрим все конечно немножко так чувствуется что какой-то камень упал с плеч чем очень большой камень потому что я все равно учила и как то так я не знала я не знала как будут происходить экзамены я не знала в каком они будут формате я не знала отвечу ли на вопросы хотя вроде как мы повторяли все это делали но и кстати вопросы которые нам дали сегодня они были треки парочек парочка было три я уже сидела вроде я все сделала я вроде повторила опять эти все вопросы ответы но то что я знала уже написал то что я не помню я уже не вспомню я пошла ну на самом деле поскольку когда человек готовится он в общем то что то знаю а ты пишешь быстро да быстро пишешь я сижу за компьютером у которого половина клавиатура еще и не работает я все время хочу пожаловаться и как-то было все что ж ты не пожаловалась а тут я пропишу и д не работа и день и работа и яч не работает и аж не работа и у меня я вроде напишу напишу потом смотрю у меня эти все буквы пропущены и обратно слушка ты бы сказала мы починили мне нравится это вот эти люди студенты и все пофигу так это место я думаю сейчас меня пересадят тогда я не стала жаловаться в общем так сижу с этими буквами мучились костику скажи у нас есть компьютеры запасные мы тут же бы его заменяли конечно у нас что же мы ну хорошо наташа я тебя поздравляю ты молодец и я думаю что ребята которые твоего канала за тебя переживают вот они могут тобой гордиться и я еще думаю так ты приедешь это поработаешь год еще какую школу там откроешь учить вообще других ты лишь продавать если я действительно что-то могу допустим я умею хорошо вязать я могу научить я понял что ты будешь делать ты будешь в той школе которая там появится устраивать на практику студент не рекрутером а будешь с компаниями договариваться или станешь менеджером будешь брать на практику студент что-то хотела сказать это естественно состояние потому что ты устала а я хотела сказать что я все равно себе слабухи не дам я сейчас пришла в данный момент поговорить с Жанной пришла на урок сейчас будет через 20 минут будет онлайн урок Михаил будет еще один урок вести я буду сидеть слушать скажи пожалуйста уже есть билет для винита да ну когда он приезжает 19 марта а сегодня второе в 11 вечера почти так я уже забронировал машину машина на четыре дня 85 долларов вместе с таксами я просто офигела а что за машину то но обычно машину там пол фокус ford ford focus небольшая ну ничего так зачем нам да слушай а что там дешево ну я нашла а окей то есть это не всем дается ну я вот теперь считаю сейчас 17 дней осталось завтра 16 но он тоже знает что он приезжает в этот день как но я не знаю может и скрываешь я тоже считаю днил календарик зачеркивает как в армии а он в армии служил он не служил но все равно как в армии получается понял понял дембеля ждет он ждет дембеля ну что же хорошо ладно немножко это самое как сказать оттянешься вот но я думаю что к этому моменту как он приедет наверное у тебя уже должно быть место куда ты пойдешь на практику но я переживаю за то что я этот один день пропущу пятницу в этот период времени у нас уже не будет ничего такого что для тебя критически важно вот то что там будет она будет так более-менее интересно но все это записано на видео если ты пропустил урок ты можешь его на видео посмотреть и ничего страшного я сегодня с девушкой беседовал она из ирландии так по времени но никак она не может участвовать в онлайном классе я буду ничего страшного записи же есть получается что она должна как-то совсем где-то в ночи глубоко вот так что ну ничего страшного можно жить в общем было сегодня интересный такой был день нам сказали если вы закончили можете идти высеть на сегодня свободно и меня это тоже порадовало надо мне пораньше все закончить идти домой хорошо наташ давай мы пожелаем успехов тем кто нас смотрит и поблагодарим тех кто радуется за нас я только дайте что хочу сказать наташа как бы у нас такой как шоу-кейс да просто хочу ты шоу-кейс вот нам руки за стеклом да и за стеколь и такой да так такой шоу-кейс она человек без какого-то такого компьютерного там прошлого ли там бэкграунда там и так далее и у нее есть масса качеств которые фактически гарантируют успешность нашего начинания иначе бы я не стал связываться со всем этим делом у тебя нет шансов на прокол но тут вопрос вот чем я бы я бы не хотел чтобы она как бы вдохновила людей которые далеки от этого дела но допустим у них ну реально нет возможности да вот или скажем так вот мы например не смогли бы им помочь что-то сделать чтобы она не вдохновила и и чтобы не получилось что люди как бы так но обнадежить их и и дальше как что мне нужно для этого сделать что вдохновение не вдохновить понимаешь это же никак не связано человек смотрит и он он сам ранжирует понимаешь ранжирование это встроенный в нас механизм мы сами себя ранжируем относительно других людей и мы даже не думаем об этом у нас автоматом происходит поэтому получается чек смотрит и говорит но если наташа может то я могу я вот тебе знаешь что скажу сколько я видел людей которые говорят я там знаю маню там или там петю колю вот если он может то я тоже могу вот сколько я таких видел каждый был проколом каждый прокол он не начал никогда искать работу он не научился до конца он до него дошло что он не может понимаешь то есть мы смотрим на человека но если он может а чё ты знаешь про него твоя отражение этого человека в твоем сознании это не этот самый человек там может быть еще 10 других вещей когда даже не понимаешь что там есть но тут еще момент все таки в общем случае конечно нужно подготовленность заранее чтобы брать такой курс по что наташа в принципе как-то технически не готовилась и была в пользу но скажем когда один человек в классе был бы на пользу если вы мне сказали я бы может даже две недели пока но я знал я думаю хороший пользователь там думаю на ночь но чё страшно ничего страшно когда в классе таких один там два это не страшно когда пол класса таких уже его не вытащить поэтому всех интервьюируем и тесты даём там и так далее поэтому я как бы вдвойне хочу наташу похвалить потому что она не просто молодцом но она все-таки преодолела гораздо больший разрыв вот между началом и вот этим тестом чем большинство студентов в ее же классе вот поэтому молодец мне очень приятно слышать потому что михаил меня очень редко хвалит а если хвалит то в каких-то видео которые я потом уже слышу а так меня с глаз на глаз мало хвалит правда не даю строгий какой-то ну я я же переживаю за результат понимаешь меня тоже вот у вас сейчас класс в этом селе начали ты сделать там жанна вышла они побежали списывать правда и я говорю жанна вот пока ты тут они там списывают я еще я не видел но я знаю и она говорит миша даже взрослые люди о чем ты говоришь как же они могут списывать это же все в их интересах я бы взрослый человек в классе это маленький когда он в жизни он взрослый а когда я думаю что это нормально все переживает все хотят сдать и . такое еще бывает когда приходишь на экзамен вроде то что я знал она улетучивается на мгновение какое-то потому что начинаешь переживать элемент стресса потом немножко вот так вот посидишь вроде расслабишься все это опять приходит а сначала заступает просто блэнк все правда все правда наташенька мы тебя отпускаем имею ввиду что через 15 минут начнет 40 хочу хочу попить чайку или как-то там можно оправиться и закурить вот это покурить в общем ты не у нас не куришь но расслабься немножко встряхнись то что я я прошу стресса я я вижу по тебе что я даже вот вижу вот я чувствую что видео получится такое невеселое но как такое я немножко устала устала это видно это видно но это хорошая усталость я вышла я ему позвонила говорю я вышла первая из класса не знаю сдала или нет точно сдала если первая вышла точно знаешь я когда поступал в институт связи а я физмат школьник в принципе эти задачки которые там давали они были ну да не приличие просты и там и по четыре часа давали написано математику там первый экзамен а я смотрю 45 минут прошло я не только все решил но я еще я уже их оформил я думаю что то наверно не так не может же так быть я взял отдельно отложил взял другой листочек бумажки заново все решил сверил там уже полтора часа прошло я думаю но что теперь делать ну пошел сдал и ушел понимаешь поэтому бывает и так тоже ты же готовилась так что молодец ты просто не пыталась высосать из пальца это что знал и написал у меня у меня нет вот это идеальной терминологии еще я не могу описать так как профессионально допустим писал бы михаил но и главное я понимаю суть да ну учёшьте самое как михаил ну подожди у меня это 20 сколько сколько у вас experience 26 лет школа школе 20 лет ну понимаешь как ты начнешь это делать виртуозно после допустим там трех-четырех месяцев на работе на практике на практике приподнимет очень сильно и ты это будешь делать уверенно это потрогать у нас наши же студенты уже шутят там они шутки предпоек про юз кейсы ты знаешь нет уже такие они технические там что такое вот там без окон без дверей там полногорница людей юз кейс я утрирую ну так хорошо наташ машем ручкой всем и готовимся к спасибо моим подписчикам что они всегда со мной они я знаю что они сейчас смотрят они за меня переживает ладно а я дам ссылочку пусть наши то они за мной идут как хвостик это очень трогательно да очень трогательно счастлива